Ну что ж, друзья, с нами опять Андрей Исипенко. Андрей, привет! Привет! Привет, Андрей! Спасибо, что опять пришел к нам в эфир. Место встречи изменить нельзя, как известно. Да. Ну что, если тебе нетрудно, расскажешь немножко о сегодняшней партии, как вообще сегодня прошло все. Да, вот в дебюте я немножко удивился, потому что Магнус Котово вообще не играет, как я понимаю. Вот. И сегодня вышел редко. Может, после вчерашних комментариев, может, он послушал русскую версию твоего интервью и узнал, что ты не хотел каталону, чтобы получил каталону. Да-да-да, возможно, кстати, да. Я думал об этом в партии. Пытался понять его логику. Но он, видимо, слон Б4 хода не ожидал, потому что я и до Ц ходил, слон Е7. В последнее время слон Б4 вроде бы не ходил. Вот. Но он пошел в Солнце-3. Я помню, что что-то такое смотрел, но вообще вспомнить не мог, что записано. Решил просто думать сам. Ну, подумал, как бы, Ц5 вроде логично пойти, почему нет. Вот. Конь Д2. Он здесь долго думал. Видимо, он выбирал между... Между чем он выбирал? Не знаю. ЦД, наверное. ЦД, Конь Д5, Е4, Конь С3, Конь С3. ЦД, я думал, вот такой вариант. И здесь мне, в принципе, нравилось все за черных. На Конь Д4 у меня какой-то есть ход Конь Д5. Вот. И вроде бы я в порядке. Два слона. Даже, мне казалось, какие-то шансы, может быть, на контргруппу получили. Да, перспективно смотрится, да. Да. Вот. Но он Конь БД2 пошел. Вот. Я Б6. Как бы логично. Конь Е5. Это, наверное, форсировано, получается, позиция. Вот здесь я задумался после ДЦ, БЦ. Он побил ЦД. Я здесь думал, что Конь Д5 пойти. Но как-то мне казалось, что ЦД более... Более такой... Атакующий, может быть, ход. Вот. Да, ЕД правильно. В перспективу. Да. Надо уже быть аккуратными. Мы это обсуждаем. Да. Вот Е3. Так получилось, что он достаточно пассивненько расставился изначально. Ну, как-то вот после Типа он пришел с ЛНЦ3, но, видимо, без особых знаний. То есть просто как-то решил меня сбить с теории. И потом сам... Уже не знал, что делать. Да-да-да. И как-то получилось хорошо у меня. Вот. Да. И то есть белым пришлось уже исполнять такой сложный СЛН Ф6. Ладья Ц1. Это уже такое... Ну, кстати... Решение непростое. Ну, вот после ЛД Е1 я изначально считал Д4. Видимо, это ход плохой. Наверное. Д4. Типа СЛН А5. Я к ЛДЕ8. У СЛНов СЛН Б7 или ЕД. Может, ЕД. Например, СД. СЛН Б7. Ферзь Б7, КН Б3. Такая позиция. И вот мне не нравилось, что нигде у меня ЛДЕ8 может попасть. И СЛН А5. Классический СЛН А5. Да-да-да. Очень неприятный. Неприятный. Вот. Он пришел ЛДЕ1. Я подумал, ну, как-то можно этого избежать. И ПТА5. Уже Д4 угроза создана. Вот. И здесь я изначально думал, что есть ход КН Б3. Вот с Магусом после партии обсудили. КН Б3, Ферзь Б5. Ферзь Е2. Вот я во время партии думал, мне как-то не очень приятно было. Ферзь Б6. Здесь ход какой-то Ферзь Д2. Непонятный. Вот. Но я хожу А4, СЛН А5. Ферзь А7. СЛН Д8, СЛН Д8. СЛН Д8. Да. СЛН Д8, СЛН. То есть, честно говоря, я этого не видел. Но как бы Магдус мне после партии сказал, что он это зевнул. Вот. То есть, я это... Вот так вот считают. Да, да, да. Вот так он считает. Но вот, в общем, Ферзь Е2. Но Ферзь Б6 я, наверное, обходил. Ферзь Д2, А4. Ну, я надеюсь, что я бы дошел до этого при анализе. Если бы он так пошел. Нашел бы, конечно. Да, но все равно не досчитал. А вот скажи, пожалуйста, после Ладья С1, когда Биллы сыграли. То есть, на С4, Б3 все-таки был бы ход, да, за Билл? На С4, да. Я думал, Б3, С3, КНФ3 какой-то. Как-то вот мне не очень... А Б3, значит, СЛН Б2, С3, это ерунда, да? То есть, если Белл и Черным играть. А Пешка может бнувать, да? Ну, как-то да. Немножко рискованно, я думал. Это может быть. Он расставится, почему-нибудь консолидируется. Ну, мы так тоже и посчитали, что это такое, в общем-то... Слишком, да? Опасно, да. Ну, вот Ферзь Б3. С Беллами попроще. Там надо с блокадой сыграть, конечно, понятно. Ну, да, там можно заиграться с С4, чем у него там. Вот. Я пошел в Ферзь Б5, Ферзь Б3. Вот здесь, не знаю, вроде бы Ферзь Б4 нормально. Ну, в общем, какая-то равная партия получается. То есть, он сделал, вроде бы, правильные ходы. Ладья Ц5, но Ладья А2 это... Ладья Б5, мне казалось, леча сразу. Вот, я решил как-то С2 еще проверить. Может быть, ошибется. Потому что, вот, условно, здесь был момент. Ладья Б5, С6. Я сейчас читал Ладья Б4, он может пойти. Но, типа, ловушка в том, что С3, Ладья Б6. И, кажется, что С2, Ладья Д1 ничья. Вот. Но здесь С4. И уже не ничья. Потому что Ладья И2, С1. Вот. Такая мини-ловушка, но... Изящно. Изящно. Но, конечно, не получилось поймать. Поэтому С6. Да, Ладья Ц5 еще правильный ход. Ладья Б6, правда, тоже был хороший ход. Вот, Ладья Ц5. С7. Вот, может быть, я мог С6, но тут вроде везде ничья. С3, там Ладья Б1. Он мне после партии так сказал, что это ничья. Я тоже видел, поэтому... А вот такой вопрос, Андрей. Вот после все-таки хода Ладья Ц1. Мы без компьютера смотрели позицию просто визуально чисто. Какие еще ходы кандидата, кроме Ц4, Ферзь Б5, ты рассматривал? Ладья Ц8 рассматривал, но... Ну, вот как-то я не понимал... Ферзь Е7, наверное, на Е4, да, натыкается? Сейчас, Ферзь Е7. Ну, как-то вот поле для Ферзя... Ну, как-то в поле для Ферзя, мне кажется, возможно, не самое лучшее. Ну, да, да, понятное дело, что просто вопрос, да, интересный. Ну, Ферзь Е2, там уже Е4, наверное, будет где-то. Ферзь Е3, да, везде Е4. Как-то там уже начинается, да, какая-то блокада. Ферзь на Д3, коньян С4, классическая... 4, Е5. Молослоны, Ф6 не там, где надо. Да. То есть, в принципе, так ты, наверное, расценивал, что приблизительно все так должно аккуратненько уравняться, да? Ну, да, да, да. Я пытался проблему поставить, но вроде бы не знаю, где возможности были. Но он вроде тоже после партии сказал, что вроде как... Ну, да, достаточно чистая партия получилась. Без секреты. Андрей, а если вот поговорить именно о каком-то эмоциональном таком противостоянии, чувствовал ли ты, что Магнус как-то нервничает сегодня? Потому что он об этом говорил сейчас в интервью, что нелегко ему даются матчи, что вот он нервничает. Как ты почувствовал какую-то нервозность? Да, вроде он спокоен был, мне казалось, но в какой-то момент, когда я побил слон Б2, ну, и он уже начал, ну, просто уже пытаться четко досчитать до ничьей. И как-то он немножко, не знаю, что это было, но чуть-чуть он понервничал, мне кажется, но посчитал и просто на ничью согласились. Поэтому особо там нервничать, наверное, не пришлось. Ну, да, все-таки белым цветом он сегодня играл и как-то особо ничего не получил. Завтра у тебя белые фигуры. Какой настрой? Да, боевой, конечно, настрой, но надо... Ну, в общем, не знаю, зависит от его выбора дебюта. Зависит от автобуса. Нет, 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 не обязательно. Там зависит от выбора его дебюта, как бы, что он сыграет. Так и будет. А что собираешься делать вот сегодня, накануне, так сказать, такой важной встречи? То есть будешь готовиться все время или как-то чем-то еще займешься? Чем можно там заняться в Сочи в эти дни? Ну, у меня в целом режим здесь примерно одинаковый. Я после партии прихожу, ужинаю. Ужинаю, потом начинаю смотреть соперника, ну, как бы понять, что я буду смотреть завтра. Как бы выписываю, можно сказать, то, что надо посмотреть. Вот. И как бы уже день проходит, я ложусь спать, и на следующий день просыпаюсь, завтракаю, начинаю опять готовиться. То есть такой настоящий, такой аскетичный режим один, да. То есть никакого моря, никаких прогулок, да? Ну, я, кстати, один раз в горы ходил здесь с родителями, поэтому, ну, когда выходной день был. Когда мне удалось матч без тайбрейка выиграть, удивительно. Вот. И сходил, в общем. Ну, в общем, не будем нарушать режим, молодец, если есть вопросы, не будем учить больше игрока. Ну, лучше более подробное интервью в конце турнира, когда все закончится, там в августе, тогда уже. Там уже мы все сбросим. Тогда уже можем. Ну что, Андрей, успеха. Спасибо. Спасибо, спасибо.